Здравствуйте! Сегодня мы с вами вместе проведем мелкий ремонт бетономешалки. Во-первых, как определить, что в бетонометалке вышло из строя? Ну, вот разобрали бетономешалку, видим, что подшипник выше пришел в неугодность. Ну, во-первых, вот видите, колебания очень большие. Мы видим, что даже шарики не все на месте. Значит, хрустит. Как определить, что подшипники вышли из строя? Значит, при работе бетономешалки получается звук особенный такой. Хруст начинает, она начинает трещать. Значит, первое, первым делом надо убедиться, что вот эти подшипники исправны или неисправны. Для того, чтобы убедиться, необходимо разобрать. Вот разобрали, посмотрели, будем менять. Вот приобрели два подшипника закрытого типа. Одинаковые, прежде чем приобрести, пошли, значит, сняли старый. Чтобы не смотреть, ничего дали продавцов, продавец нам продал два подшипника. Начинаем работать. С чего начинаем. Для начала надо убрать старую грязь, ржавчину, значит, с тех мест, где будет устанавливаться подшипник. Вот берем, значит, кисточку. Начинаем убирать. Вот растворителем. Берем это недолго. Так, брали. Где много, можно отщетку брали, почистили. В это гнездо сюда встанет подшипник. Перед тем, как подшипники ставить, мы еще дополнительно смажем. Вот здесь готово. Так, здесь берем это недолго. Вот, начинаем здесь тоже. Видите, все нормально, почистили. Здесь можно еще, и, конечно, пока нету. Расту. На работу это не влияет, но будет выглядеть получше. Значит, с этим это мы сделаем. Значит, теперь здесь смотрим, резинка достаточно хорошая. Вот, внутри можно немножко убрать, подогреть, чтобы попадала. Чистим, уберем. Старые болты, где-то я вот снимал, когда открутил, где-то болгарочка разрезал. Мы будем все менять. Соответственно, надо их еще. Выбиваем все болты. Выбиваем. Выбиваем болты. Потом там внутри почистим. Для какой цели снимается нижняя часть бетономешалки? Когда подтягивается, здесь получается деформация. Сняли. На наковальне выровняли. Ровная плоскость прилегания. Так будет лучше. Значит, что? Начинаем выбывать болты. Значит, выбили. Сейчас. Ну, вот это, как я говорил, что резинка еще более-менее нормальная. Мы, значит, ее оставим. Ее почистим. Смажем силиконом. Она еще пойдет. Послужит. Можно ее, конечно, поменять. Но времени так много у нас. Можно ее перевернуть. Но в целом резинка неплохая. Здесь, видите, протечек не было. Протечек не было. Все сухо. Так, это мы убрали. Добрались до внутренней части. Видите, резинка тоже неплохая. Нормально. Сейчас это болты уберем. А вот эту часть, верхнюю часть, ну, что сделаем, как и нижнюю часть. Возьмем, выровняем на наковальне. Выровняем, потому что при затяжке все равно деформация идет. Так, это так. Это почистим. Вот. Посадочное резино будет хорошее. Так. Можно растворителем, бензином, солярочкой, все, что есть с рукой, можно это сделать. Так. Здесь тоже можно почистить, чтобы получить прилегание. Здесь достаточно ровно. А внутри мы обовьем. Можно здесь, чтобы подвезли. Выравниваем. На наковальне нету. Ну, вот, на местечке. Метал здесь такой толстый. Так, резиночку обрабатываем силиконовой смазкой. Дальше. Вот. Вот. Хотя уже будем говорить, что вот верхнюю резиночку можно было бы поменять. Но ничего. Поверем. Видите, уже рвется. Наверное. Наверное. Нет. Верхнюю резиночку будем менять. Нижняя пойдет. Верхнюю резиночку Верхнюю резиночку будет пропускать. Соответственно, это мы отбраковываем. А вот этот это оставляем. Видите, первоначально решали, что оставим две резинки, Кажется, жизнь показала, что у нас есть резиночка. Сейчас возьмем это недолго. Вырежем из другой резины кашюру прокладывать. Посмотрим, как это будет делаться. Здесь можно тоже чуть-чуть маску не испортишь. тоже можно побрызнуть. Вот видите, здесь тоже просмазали, здесь тоже смазали. Все. Значит, нам необходимо заменить одну резинку. нижнюю оставим, а вот этот порыв получился. Вот видите, порыв получился. Заменим. Это недолго. Перейдем, правда, на верстак, потому что на верстаке это будет побыстрее и удобнее. Перейдем туда. вырезаем прокладочку. Вредняя прокладочка была вырезана из обычной резины, но видите, год прошел, качественная резина не очень хорошая. Видите, порывы пошли и качественная резина. Сейчас решили использовать более качественную резину, вот эта беззастойкая резина. мы думаем, что в воду выйдет. Воду, песок, климатические условия. Что для этого делать? Вот берем поверхние части, обрешевываем верхнюю часть, вот ну да, вставай, вверх, и просто не будем просечкой пробивать отверстие. Все вот отключаем кардактор. Достаточно хорошо видно будет. обрисовали, убираем, ну вот видно, где будет просечка пробивать, где края. Сначала можно обрезать погрубо, погрубо, немножко побольше, а потом на большом куске неудобно резаться. А потом вырезали вот этот кусочек. Все. Значит после этого, что по краю можно маленько побольше отставить, миллиметр-полтора, можно прям по линии резать. вот вырезаем прокладку. Да, пожалуй, эта прокладочка будет получше. И, наверное, правильное решение сделали, то заменить прокладку. Потому что сверху лучше поставить новую. Хотя старая могла бы еще послужить, конечно, но новая лучше. Новая лучше. Поставим два подшипника нового. Один-то уже полностью был изношен, а второй еще мог бы жить. Значит что для этого? Берем вот сюда палочку вставим, вставляем. Так, как у меня один товарищ просечками работал на металле. Она на металле не допустила. Вот просечка. Берем молоток. И начинаем работать. Просечку если у нас болт на 8, то просечку берем где-то на 6. На 6, потому что на 8 будет 2, а на 7 будет самый раз. Вот пробивается очень хорошо. но я уже говорил в предыдущей серии если есть просечки можно использовать болт с гайкой. Но просечка лучше. Если вообще ничего нет, то можно и просверлить. так что каждый делает тем инструментом который у него есть будет при наличии просечки получается быстро. Быстро и хорошо. Так что вот последнее отверстие здесь готово. Здесь большой значимости не имеет можно предварительно нарисовать отступить как говорится на глаз отступить и вырезать чтобы посадочное гнездо в посадочное не мешало. так вот нарисовали и вырезаем а здесь вот вот бредина которая остается вот нам нужно сделать простыми нарезаем вырезаем вот бредина достаточно такая толстая это примерно три с половиной может четыре нагляд она исполнена точно так так вырезаем так все готово переступаем придем дальше устанавливать вырезали вот резиночку выровняли верхнюю часть крышки вот вот устанавливаем вот устанавливаем вот здесь просечка была на 6 болты на 8 они становятся очень очень плотно но там так нам и надо вот видите вставляется болты немножко подлиннее с зеленые болтами легче работать а потом излишки они в принципе не мешают но если кто захочет можно обрезать с болтами это не сложно вот так все это готово значит следующий этап это будем вставлять предварительно установим подшипники установим подшипники для того чтобы установить подшипники что делаем берем смазку я здесь уже помазал но у нас еще есть такая сумаска есть так всем помазать помазать вот в данном случае надо побольше помазали хорошо здесь после этого здесь можно и сюда помазать здесь не так много но смазками дней перемешаем пальцем не потрогать толку не будет там если пальцем не потрогать толку не будет Смазка в данном случае не помешает, вот еще смазку, она тем самым предотвратит попадание туда влаги, пыли, песка. Хотя, видите, похоже быть, конечно, в петономешалке много пришлось поработать, но тем не менее, учебник вышел устроен. Вот, надеваем этот пашечек. Посмотрим, как он будет ходить. Попробуем его сейчас посадить. Пошел, пошел. Вот, нам нужно насадить, вот где-то, да, вот где-то так вот нормально все стало. Теперь надо его, вот такая шпоночка есть, надо ее зафиксировать. Здесь шпонка включается сверху, снизу. Вот со шпонкой маленькая проблема будет, почему? Потому что нет, как говорится, инструмента. Компания будет. Так вот, мы установили, значит, одну фиксирующую шпонку, вторую все стоит. Осталось установить еще один подшипник. Вот, возьмем подшипник. Ну, то же самое, с ледорчиком смаживаем с обе стороны. А потом можно и побольше смазки сюда дать. Можно использовать любая смазка, которая есть под рукой, но в данном случае помеха не будет. Вот, смазали. А потом останется, как говорится, все соединить. Все, как говорится, как тут и была. Так, теперь можно, здесь вот, особенно с той стороны, можно чуть-чуть, а здесь можно солидосик побольше. Если не жалеть, а в основном, он нам сдвинется там. Очень смазка будет. Здесь вот смазать ее. Здесь вот пустота получается. Там уже смазали. Так, все. Все пойдет хорошо. Нормально. Так, а теперь мы эту штуку ставим в следующем образом. Поставим вот сюда. Вот, поставим сюда. Видимо, вот она у вас будет вращаться. Сейчас. В верхнюю часть. Сюда спускаем. И все будет нормально. Ну вот, мы, значит, соединили верх снизом. Наживили гайки. Гайки, значит, шайбами. Ну, прямо скажем, один человек эту работу навряд ли сделает. Вот, мне помогали здесь все установить. Осталось теперь затянуть. И тоже вот затягивать уже будет тоже, одному будет, наверное, проблематично. То есть надо здесь, чтобы она не прокручивалась, надо будет держать изнутри и снаружи крутить. Ну, сейчас вот так немножко подтянем, а потом будет. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну, уже можно. Пойдёт? Пойдёт. Не, я другой крушу. Другой. Ну вот, держи. Приехали. Только не прийти, держи. Ну, давай, давай. Я не дышу. Не надо. Всё? Давай, следующий. Нахрест. Да так уже просто. Так, следующий. Это не трудно такой радио. Сейчас поражение включается. Сейчас я заключу. Давай. Давай, следующий. А? Да. Я не понял, что мы его крутим. Паш, потому что ты крутил другой совсем. Пропустить надо. Ну, что-то узор не был. Ну, его и кручу я, да? Что-то долго крутил. Потому что ты другой крутил. А я другой. Я не понял. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. А нет, вот это. Видишь? Ну, другой держи, видишь, нет? Да. Ага. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все, бросай, сейчас перед ногами перевернем Все, практически установили, подшипники заменили Болты стоят, как я говорил, на 40, вот они видите, они уже стоят, они мешать не будут Сейчас протянем, редуктор обслуживаем, помоем, смажем, и будет все готово И будем проверять Вот, пожалуй, и все Понимал, не слишком, затягивать тоже не стоит Из единственной простадости Надо бахлить, часто стоять Немножко протянем Еще, вода никак не сняла Дима Шкак Шкак Голос Шкак 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 так установили подшипники сейчас что делаем сейчас обслуживаем выбираю вот грязь после этого смажем и отрегулируем поставили новые регулировочные болты делаем нагрузку ведра 2 и мы будем испытывать остался буквально считанные 2 минут это надо убрать довольно много Попадает пыль, вязь. Попадает пыль, вязь. Слишком чисто не делаем, но лишнюю грязь уберем. Ее надо периодически убирать, у нас руки не доходят. Наносим смазку сюда, побольше смазки. А потом в процессе лишнее можно убрать. Меньше износа будет. Пойдем. Вес немножко дадим сюда. Пару виден в семне. Бросим. Загрузка была. Прокрутили. Она вращается легко, свободно. Теперь регулировочные болты протягиваем и можно испытать. Протягиваем. Восьмерки стоят. Здесь в прорези. Если уже не хватает вот этого болта, то есть в прорези, можно болты поставить на шесть. Я даже ставил пятерочки, когда подшипники износились, уже болталось и сильно. Видите, я даже сварочку прихватил, чтобы уже отмостку удалить. Вот отмостку удалили, все. Подменяли подшипники, вывернулись в исходное положение. Сейчас берем балзарку, лишние болты обрезаем. Будем проверять. Так, сейчас включим. Сейчас включим. Все, подшипники поменяли. Смазали, обслужили. В новой работе битвеншалка готова. До новых встреч!